Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампари из Финляндии. Ну и как всегда, обзор нашей продуктовой корзины. Сегодня с утра мы были, как всегда, в нашем любимом магазине Lidl. Ну и что мы сегодня принесли? У нас в Lidl недели XXL всю, как говорится, неделю. За эту же сумму можно купить, например, сыр не 800 грамм, а килограмм. То есть получается на 20% дешевле. Ну и, конечно, конфет, йогуртов и так далее. Ну вот, что мы принесли, покажу. Ну и, конечно, первой всегда я показываю коробочку. Дай Боже, что нам не гоже. Многие смеются и пишут мне, Оля, как жалко, что у нас в Испании, в Италии, в Германии таких коробочек нет. Ну, я объясняла много раз. Такая коробочка стала продаваться в прошлом году в Финляндии. И она называется Havikilatiko. Вот много остается по штучке банана, по штучке того-сего. И все это накидывается, накладывается и утром выставляется. И сегодня, когда мы пришли, коробочки были очень бедненько укомплектованы, скажем так. Что обычно прямо, как говорится, горкой-горкой. А тут очень бедненько. Но все равно я, посмотрев на эту коробочку, поняла, что коробочка оправдает себя. Потому что, например, кесокурпица по-фински называется. Кабачок стоит 3 евро килограмм. У нас вот здесь 4 кабачка. Конечно, да, это все понятно. Здесь у нас несколько апельсинок, несколько бананок. И почему я тоже эту коробочку хотела взять. Здесь вот такой сладкий перчик. Тоже я хочу на салат. Ну и все, конечно. Я думаю, ничего гнилого опять нет. И вот про бананы. В прошлый раз спрашивали Оля, какие хорошие бананы кладут в эту коробку. Но вы, народ, не забывайте. Остается всегда 1 и 2. Конечно, 1 и 2 бананы никто покупать не будут. Все берут всегда веткой, чтобы не трогать. И вот один остался здесь. И второй остался здесь. Конечно, да, вот такое может быть тоже. И эта коробочка называется у нас вот так. И она стоит у нас 2 евро. Ну и что же интересного я принесла? Да, и много раз удивляются люди, когда я говорю, финны покупают свое. Хоть какие кислые, ужасные яблоки и дорогущие они не были. Но если нарисован финский флаг, да, финны хотят свое любимое финское. Не будут они покупать, извиняюсь, Италия и Испанское. Да, они хотят хоть яблоки и кислятина, но купить свои. И картошка точно такая же, хоть и продают очень красивую картошку из Швеции и так далее. Но мой муж сразу спросил, он кушу амалайста. Да, вот здесь тоже написано, картошечка финская. И финны картошку варят вот уже из пакета. Они не чистят, она уже мытая, то есть ее можно сполоснуть и кинуть, кинуть, вариться. Если вы в Финляндии никогда не путешествовали, и вот на таком шведском столе вы увидите картошку, как мы называли раньше в мундирах, народ не пугайтесь. Финны считают, что вот в этой кожуре очень много витаминов и так далее. Они едят ее вместе с кожурой. Я уже, как говорится, привыкла, я на это внимание не обращаю. Но если вы такого никогда не видели, да, глаза могут быть на лоб, мы все-таки привыкли картошку есть более очищенную. Ну и хлеба у нас по минимуму. Я всегда показываю свой хлебный, как говорится, набор хлеба у нас минимум. И что в этот раз принесла, купила лимонаду. И вот этот лимонад из Лидала, он напоминает финский мумитроль лимонад. Ну, мумитроль лимонад стоит одна бутылка 2 евро 29 центов. А здесь получается 89 центов бутылка. Ну, вкус практически одинаковый, вот такой ягодный. Ну, так как это из Лидала лимонад, а не финский мумики. Конечно, цена соответствующая. Ну, и что же мы сегодня купили? Так как я купила вот такой черный красивый хлеб, я купила нашу, конечно, рыбку. Это все понятно. И такая рыбка стоит 2,99 и здесь у нас 150 грамм. И кто-то у меня упрекнул, что я покупаю готовую еду. Но вы, народ, не забывайте. У нас младший мальчик ходит работать, и они разогревают в микро. И теперь, конечно, ограничения есть. Есть нужно определенное и так далее. Конечно, ничего он там себе варить и кашеварить на этой кухне не может. Вот этот обеденный перерыв, что-то нужно съесть. И это здорово, что можно съесть подогрев в этой же розетке. Одноразовой деревянной вилочкой и ничего мыть не надо, конечно. Да, эти ограничения приносят большие затраты. Но, с другой стороны, если вот такая готовая еда есть. И здесь у нас кире логики, уша уж, без лактозы и без глютена. Вот такая с красной рыбкой еда. Ну и, конечно, это натуральный финский продукт, 100% суамалайнен. И, так как мы начали гриль, сегодня я принесла вот такой касслер пихве. Это свинина. Ну и большое количество подливок. Мне подливки вот эти финские не нравятся. Очень много соли, очень много карри, очень много перца. Но готовится за 10 минут. Я либо протираю бумажной салфеткой, либо холодной водой промакиваю. Конечно, получается очень-очень вырви глаз. Но так вроде ничего. И нам нравятся вот эти касслер пихве. Тут все-таки немножко жирка. И получается так, что уж если совсем без жира и без вкуса, и если ты грилишь, получается как старый башмак. Эта свинина не разжевывается. Конечно, очень вкусненькая. И это 6,99 евро. И здесь у нас килограмм. Вот за 7 евро такое. Такое можно купить. Ну и, конечно, вкусняшки. Мои дети тоже попросили. Мама, принеси что-нибудь вкусненького. И так как я по жизни тоже всегда такой приколист. Если мы где-то путешествовали и шли на шведский стол. Ну и всегда спрашивают, что какая у вас компелла бондуристов придет отобедать. Я всегда говорила, что двое взрослых и двое детей. Ну и кто в Финляндии путешествует, знает, что до 12 лет во многих ресторанах детям дают скидку. Ну и когда партия спрашивала, что какого возраста дети. Я говорила, 28 лет и 31 год. Сейчас моим детям, кто это видео смотрит первый раз. Конечно, улыбка сразу у этого партия была. Ну, люди с юмором. Я по жизни приколиста. И всегда прикалываюсь даже в тех ситуациях, может быть, в которых нужно было и промолчать. Они, конечно, улыбались. Ну и давали нам получше место у окошка и так далее. Или на теплоходе, если плывете, конечно, да, хороший вид, где вот видно море. Ну и что же я своим детям принесла? Я принесла вот такие XXL конфеты. Я такие конфеты в жизни ела несколько раз. И вот такие маленькие медвежата. Да, вкуса они, конечно, не те конфеты, к которым привыкли мы. Но вы не забывайте, мои дети рождены в Финляндии. Они всю жизнь живут в Финляндии. Может быть, если они жили где-нибудь в другом месте, они бы ели баклава. Или бы они ели какие-то другие конфеты. Может быть, сираковые шейки. Если проделись в Российской Федерации. Ну, так как они финны, конечно, они едят свое вот это вот тениталкай. Ну и орешки тоже были размера XXL. Вот такие евро-19 орешки. И они у нас BBO, это значит с барбекю. Ну и вот такой дайм я показывала много раз. Он стоит 5,99. Ну, практически он стоит одинаково везде. В призме, в сети маркете бывают иногда скидки на дайм в Икеа. Он может стоить ровно 5 евро. Ну, так он стоит 5,99. Ну и вот этот сыр. Сейчас в Лидоле были большие оценки. И они пересмотрели несколько продуктов. И вот этот сыр тоже подешевел. Он раньше стоил на 20 центов дешевле. Теперь он стоит евро 0,9. Раньше он стоил евро 29. Вот такой сыр. И так как были недели XXL, я купила вот килограмм такого Эдам сыра 6,99. Но молочки у нас всегда минимум. Я показывала много раз, что, конечно, у нас нет таких творожных изделий. Например, если вы печете сырники, да, это большая проблема. В Финляндии нет такого творога. Ну, вот такой Расфатон Май Турахко безжиренный творожок купила я. И почему я его покупала, я много раз показывала. Здесь вот такое сердечко. То есть, если вы за своим весом следите, да, вот такое есть. Ну и, конечно, натуральный финский продукт и без лактозы. И точно так же два сырка вот таких рассыпчатых были со скидочкой. И они стоили 3,50. Ну и мой муж ест вот такой йогурт. Греческий йогурт с клубникой. Иногда он ест просто а-ля натурель. И я кому-то показывала, девочки, по-моему, Женя, тебе. И я сама обожаю вот такой турецкий йогурт. И я никогда его не пробовала. Но так как у моей приятельницы финки турок муж, он готовит и научил, и показал, что из турецкого йогурта можно сделать. Вот такой килограмм турецкого йогурта. Здесь 10% жира всего. И я много раз рассказывала, что на сметана стоит безумно дорого. Маленькая баночка стоит 3 евро. Конечно, на сметане много у нас тут не наделаешься. Но вот я стала добавлять турецкий йогурт. И, конечно, девочки меня научили делать из турецкого йогурта айрам. У нас айрам 200 грамм стаканчик стоит 2 евро. То есть, конечно, я очень люблю айрам. Но, зараза, дорогущий он. Это просто караул. Я не знаю, кто такие цены придумает для айрам. И я вот делаю из турецкого йогурта. То есть, несколько столовых ложек йогурта. Вода газированная. Немножко посолить, размешать. Постоит он в холодильнике. Вот у вас получается айрам. Ну и я добавляю пику, салаты и так далее. Конечно, турецкий йогурт очень хороший. Ну и красное молоко мы пьем. Многие смеялись. Я говорю, что мы не пьем молоко из-под крана. И народ помнит, теперь вот эта упаковка. То есть, если вы заботитесь о экологии, ее можно понести в любой маркет. И в призму, и в сити-маркет. Там есть большие контейнеры, куда вот эти все упаковки нужно кинуть. Ну и зелени у нас тоже по мелочи. У меня яблоки, два огурца, салат. Вот про этот салат тоже спрашивали. Здесь салат вот такой на миску. Здесь у нас перчик, огурчик, чили. Очень-очень многие уважают вот этот салат. И у нас в Финляндии нету свеклы для холодного борща. Но я приспособилась покупать вот такую свеклу, чтобы, как говорится, делать. И тут девочка показывала тоже рецепт. Она запекает свеклу 2 часа в духовке. Но я когда посчитала, сколько электроэнергии у меня уйдет, если я 2 часа буду эту свеклу в духовке запекать, конечно, этот борщ получится мне бриллиантовый. Мне легче купить, конечно, вот такую банку. И много раз люди смеются, когда я рассказываю, что яйца у нас продаются, куриные яйца вот такие. Ну и здесь, конечно, всегда все пронумеровано. Я рассказывала это неоднократно. И постоянно спрашивают, что номера и так далее. Да, если не дай бог что-то, вот, как говорится, да, всегда на каждом яйце есть номер. Можно провести контроль с какой курицей, когда упаковано и так далее, и так далее. Вплоть до того, чем эту курицу кормили. Ну и посмотрите, каких вкусняшек было. Вот такое в Эркиоске. Ходила за паспортом в Эркиоске. И там у кассы вот такая штучка Карфацер была на 5 евро. Ну и они, конечно, не могла не удержаться. Вот такие шоколадочки я купила. Ну и на сколько же мой Lidl счет сегодня был? Скидок было очень много. Народ, не смотрите на дни, потому что, конечно, я выложу ролик не в день в день. Это все понятно. И вот 77,54 евро я заплатила. И плюс 2 евро коробочка. Вот, считай, на 80 евро без 50 центов я всяких вкусняшек принесла. Конечно, много-много чего. Ну и 5 евро вкусняшки я не считаю. Конечно, я хочу порадовать своих детей. Вот такие сегодня у меня покупочки. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампре. Всем физкульт-привет! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok